Ресогарантия предлагает свои услуги. Легендарный бойцовский клуб «Ахмат». Здесь готовят новых героев, лучшие бойцы и наставники мирового уровня. Тренируйся с нами и стань частью мирового ММА. Революционная 7. «Ахмат» — это сила. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб один из водителей. 22 октября на обводном шоссе произошла серьезная авария. Из собранных полицейскими материалов следует, что мужчина на фуре при выполнении маневра разворота врезался в «Хендей Солярис». Легковушка от удара изменила направление движения и столкнулась с «Приорой». После этого с полуприцепом автомобиля «ДАВ» допустил столкновение автомобиль «Фольксваген Тигуан» под управлением 50-летнего водителя. Он от полученных травм скончался на месте до прибытия медицинских работников. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются. На пересечении улицы Камзина и Комсомольского шоссе столкнулись два хэтчбека. Женщина на своем автотранспорте двигалась со стороны нового города в направлении центрального района. На перекрестке автовладелец на колени стал совершать левый маневр поворота в сторону портпоселка и допустил столкновение с тречным транспортом. От удара обе лады развернуло на проезжие части. Женщина-водитель жаловалась на плохое самочувствие и обратилась в службу скорой помощи. К месту были направлены медики. Гражданку 71-го года рождения смотрели на месте. Было принято решение о ее госпитализации. Розыск очевидцев поджога продолжается 14 октября на улице Спортивной. На парковке торгово-офисной галереи «Статус-холл» был совершен поджог автомобиля «Лексус-470». В момент поджога и сам поджигатель попали в объектив камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как мужчина в серых спортивных брюках, темной куртке и медицинской маске направляется к галерее с двумя пакетами в руках. Он подходит к внедорожнику, оглядывается по сторонам, обливает колесо и капот жидкостью, поджигает ее и убегает в направлении 8-го квартала. Все действия происходили в период с 19.40 до 20.00. Если вы располагаете какой-либо ценной информацией или в данный период времени вы проезжали рядом с торговой галереей, просьба откликнуться по номеру, который вы видите на своих экранах, вознаграждение и конгенциальность гарантируются. Автолюбителей вновь проверяли на трезвость. Полицейские отмечают, что с начала года в ДТП по вине пьяных водителей произошли 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 23 получили травмы различной степени тяжести. Спецрейды подобного формата проводятся на постоянной основе. Минувшим вечером на улице 40 лет победы в районе горбольницы был создан огороженный конусами коридор, что, по словам ГИБДД, позволяет за короткий срок проверить максимальное количество водителей. Инспекторы визуально оценивали их состояние. При отсутствии признаков опьянения автомобилисты могли спокойно продолжать движение. Но все же без нарушителей не обошлось. За текущие сутки на территории города в отношении пяти нетрезвых водителей были составлены административные материалы. И вновь очередной рейд ГИБДД показал, что автовладельцы забывают позаботиться о своих маленьких пассажирах и пренебрегают их безопасностью. У многих в автомобиле установлено специальное удерживающее устройство, но ребенок в нем либо вовсе не находится, либо не пристегнут. А некоторые водители полностью игнорируют ПДД, и в их авто вообще отсутствует кресло. При любой аварийной ситуации ребенок может быть подвергнут опасности, и все может закончиться трагедией. Кресла нету? Нет. А может их пристегнуть? А, бесплатно. Автолюбители, которые ехали с маленькими пассажирами в нарушение правил, останавливались, не доезжая от сотрудников ГИБДД, и высаживали своих пассажиров с детьми. Только за два часа рейда к административной ответственности было привлечено 8 водителей, которые нарушили правила перевозки детей. Автолюбителям выписаны штрафы в размере 3000 рублей. Массовое рейдовое мероприятие прошло в районе детского сада на улице Шлютово. Уважаемые водители, прежде чем перевозить ребенка, вы обязаны пристегнуть его ремнем безопасности, либо использовать детское удерживающее устройство. Только использовать его надлежащим образом, а не просто посадить ребенка в кресло. В этом году в Тольятти травмы в дорожно-транспортных происшествиях получили 24 несовершеннолетних пассажира.